Согласно этому же опросу, большинство, под 60% поддерживают привлечение заключенных к специальной так называемой военной операции. Вот это согласие и поддержка привлечения заключенных, это что, пусть кто-то воюет, лишь бы не я, или все-таки это конец мифа о второй армии мира для россиян? Зачем же самой сильной армии, во всяком случае, на постсоветском пространстве заключенных? Она же и так сильная. Конец, мне кажется, мифа уже произошел за этот год. А это такая обычная позиция обывателя, умри ты сегодня, а я завтра. Поэтому, если можно в качестве пушечного мяса отправить заключенных, зэков, в большинстве, так сказать, большинство людей считает, что это какие-то преступники, да, их не жалко. Ну, значит, давайте, отправляйте туда заключенных, лишь бы не нас. То есть в этой позиции как раз нет ничего нового, да, если можно сегодня погибнуть кому-то, но не мне, да, я лучше потом. Отомщу. Дмитрий, а что касается Пригожина, вот его заявления, атаки словесные на лидеров других стран. Мы помним такое же поведение у Рамзана Кадырова. Он, будучи главой, субъектом Российской Федерации, там обращался напрямую, довольно оскорбительной такой шутовской манере, к другим главам государства, по его мнению, враждебно настроенных России, угрожал им что-то, или там наоборот приглашал в Чечню приехать на поклон. То есть можно сказать, что уже произошла смена, да, вот эта ниша занята Пригожиным, и Пригожин теперь вместо Кадырова. Нет, Пригожин не вместо Кадырова. Кадыров это человек, который, в общем-то, заинтересован в том, чтобы играть какую-то роль, но он и так играет эту роль внутри страны. У него есть своя частная армия, он командует Чечню, у него есть доверие от Путина. В принципе, ему главное, чтобы не выбили с этой, так сказать, позиции. У Пригожина роль другая. Во-первых, очевидно, что даже если война закончится, ну не если, а когда война закончится, то вот эти 7-8% радикально настроенных сторонников войны, Великой Империи, там, Русского мира и так далее, они либо выйдут из-под контроля, и всю свою агрессию они выльют, так сказать, на высшее руководство России, потому что они будут недовольны поражением, они будут недовольны коррупцией, они недовольны будут Путиным, и они уже недовольны руководством Минобороны, погрязших, так сказать, в коррупции. И либо эту силу надо уничтожить, а это будет сделать сложных слишком много, ну либо возглавить, не можешь победить, надо возглавить. Поэтому Кремль проводит кастинг, да, кастинг на роль лидера такого политического, этой группы. Возможно, этот лидер создат партию, или возглавит партию и приведет ее в парламент. Но будет в парламенте такая радикальная партия, там, на уровне 5-7%, 5-7%. Либо будет лояльный Путину Пригожин, который стилистически, ну, судя по всему, подходит на эту роль. Либо будет какой-нибудь Стрелков Гиркин фанатик, с которым невозможно будет договориться. Ну вот так, что Кремль привык играть в политические декорации, в принципе, весь парламент это политические декорации. Вот там Жириновский изображал либерал-демократы, Зюганов коммунист изображает такого борца за социальную справедливость. При этом, извините, под задницей у нее там Мерседес-мигалка и его услуга. Но он изображает, да, лидера там всех обиженных, униженных, оскорбленных. У нас есть даже либеральная партия. Вы, наверное, не в курсе, да? Нет, к сожалению. Вот я сейчас вспомнил, я даже забыл, если даже, как же она называется. Возглавляют ее не Чаев, она парламентская. Ну, это все декорации. Ну, вот в качестве декорации будет еще Пригожин сидеть, как они и планируют. Соответственно, Пригожин делает всякие разные заявления, чтобы соответствовать имиджу такого вот брутального ура-патриота. А что касается различий? Да, при этом у Пригожина и другая функция. Избавиться от ненужных людей, которые представляют угрозу для власти. Это люди, которые там, в принципе, способны, наверное, с оружием в руках куда-то выходить против ментов. Ну, лучше их вот спалить в качестве пушечного мяса. Да, заодно и тюрьму освободить. Да, представляете, там 40 тысяч свободных мест в тюрьмах. Сколько же можно туда политических активистов-то, всяких недовольных, упрятать. Так что вот они, две функции. И все эти заявления не надо как-то воспринимать, как заявление какого-то там тяжеловеса политического, как такие геополитические заявления. Это просто игра в пиар. Это попытка соответствовать вот этому образу, имиджу лидера. Такой ура патриотической партии, партии войны. Не более того. В принципе, я уже особо сильно за ним не слежу. Мне понятна как бы функция. Рассматривать его в качестве будущего лидера после Путина, это просто глупо. Я не понимаю, почему такая конспирология очень популярна в сетях, не медиа. Но элиты никогда не поддержат Пригожина. Они и так напуганы кувалдой, и случаем с кувалдой. А большинство россиян никогда не изберут радикалов. Это ниша максимум до 10%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова